Друзья, всех приветствую! Сегодня мы впервые за этот год идем на тесерю с щучалами. Решили попробовать попытать удачу. С щучалами идем на старое место, на котором уже второй год подряд гоняем птицу. Так, мы приехали на место. Время 5 минут 8, еще темно и туман, хоть глаз выкали. На камере по-любому ничего не видно. Время 7.28. Сидим, молчим, пока никто не пролетал. Погода более-менее нормальная, ветер не сильный. Есть вероятность, что подлетят. Так, друзья, время 7.37. И короче говоря, сейчас у нас план такой, что Славка идет в сторону пролезка, откуда они вчера летели все. И там поднимает. Ну и потом, соответственно, по кругу всю поляну обходит. Старается поднять, чтобы они на меня полетели. А я остаюсь здесь, и мы как бы связь держим на рации. Я немного перетислоцировался. На Славкино место встал, здесь обзор лучше. Видно хотя бы горизонт. И видно также два места с щучалами. Поэтому это намного удобнее место. Он уже ушел. И пока связи не было, значит, никого пока не поднял, никого не видит. Тем временем, время. Тем временем, время. Время без 5.08. Пока от Славки нет новостей, вестей. На связь вышел. А, вот как раз. Прошел по лесу, говорит, пока тихо. То есть получается, он сейчас вон в том пролезке, он там вон. Дальше он будет... Дальше он будет идти вот по этому Березняку и туда. Пока Галяк никого. Но у меня какие-то сомнения по поводу Тетерева. Его не может не быть вообще. Мне кажется, он где-то виднеется на некоторых деревьях. Сейчас возьму дальномер. Возьму дальномер и попробую им посмотреть. Мне кажется, я где-то в той стороне видел, что они сидят. Сейчас посмотрим. Короче говоря, Славка уже дошел до посадок. Прошел их. Потом вот по этим идет. Сейчас. Уже на середине. Сейчас в планах у него дойти до угла. Те березки обходить. И все. И к машине. Что-то странно. Сегодня погода вроде плюс-минус та же самая, как и позавчера была. Но тем не менее... То есть как вчера. Но тем не менее, короче, Тетерева вообще нету. Не на деревьях. Нигде. Так, ну мне Славка позвонил. Тетерева сидят на том дереве, где я их вчера крайний раз стрелял. Он сейчас к ним подойдет. Постарается подойти максимально близко и стрельнуть. Если не удастся попасть, то надежда уже на меня и на удачу, что они в мою сторону полетят. Отлично. Хотя бы так. Я думал, они вообще сквозь землю провалились эти дерева. Тем временем почти 9. Без 15, 9. Пошел снег. Вчера погода была потеплее. Вчера было плюс 1. Сегодня минус 1, минус 3. Вот в этом интервале где-то. Короче говоря, время 9. И в дальномер я уже не наблюдаю тетеревов. И вот как раз Славка звонит. Видимо, баста. Ну короче говоря, вот и все. На тетеревов у нас сегодня так называемая охота закончена, я так полагаю. Они сегодня странно себя повели. Почему-то в другом месте. Кучковались. Притом стайка очень маленькая. Мало того, что она в этом году маленькая. Вчера вот мы насчитали сколько? 8 голов примерно. Так сегодня вообще там их штуки 2-3 сидело и все. То ли они вчера из-за того, что по ним стреляли, решили перебдеть, короче говоря. И где-то тусуются в другом месте. Либо погода не летная. Хотя погода сегодня вполне себе неплохая. Вестетерево мы на сегодня закончили. Сейчас в планах поехать в то же старое место на Куропатку. И может быть, если желание будет, заедем в новое место на Куропатку. Так, друзья, занесла нас нелегкая посмотреть зайчика у большого леса. Тут мы ни разу еще не были на роликах. Это большой лес. И частенько в зимний период здесь видим зайчи следы. И, кстати, вот они. Правда, старые. Короче говоря, след старый. И уходит туда, к лесу и обратно уже. Но по нему уже слабко пошел еще до того, как я его обнаружил. Поэтому пускай идет по следу. А я сейчас вдоль оврага прошвырнусь. Посмотрю более свежие следы, потому что этот не очень-то и свежий. А вот и лежечка у него. Даже не лежечка, а нора. Короче говоря, все, мы развернулись. Смысла уже нет. Дальше и тесность следов за эти 500 метров не нашли. И там уже даже неохота смотреть. Ближе к Новому году еще раз приеду. И тогда можно будет сходить на зайчика. Возвращаемся к машине. Так, друзья. Подошел к машине. Уже разрядился. Ружье убрал в чехол. Разобрал его. И меня позвонил Славка и говорит так и так. Типа, нашел он там следы свежие, которые пересекают его на след. То есть, получается, мы с ним параллельно шли. И заяц, скорее всего, с моей стороны перебежал дорогу. То есть овраг. И перебежал его след у него за спиной. Короче говоря, сейчас я ружье собираю и к нему дую. Так что давай, я по следу. Ты метров в десяти сзади иди. Где? Слева, справа. Слева, ближе к этому. К оврагу пойдет. Да, да, смотри просто. А то бывает он сзади выскочит и хер заметит. Вот так Саньком два раза накалываюсь. Он пройдет. Я чисто случайно повернул, смотрю, сзади его в другую сторону. А я там две норы нашел. Норы? Да. Медвисиной? Наверное. Подходим к лесу. След, видимо, уходит в лес. Я других следов не пересекал. Славка пошел в лес, я в траве стою. На опушке, на всякий случай, если что за чирку перехватить. Короче, Зайца Славка поднял. Притом поднялся он на далеком расстоянии от него. Метров, говорит, сто сто пятьдесят. И, короче, пошел он вдоль леса побежал. Славка сейчас идет за ним. Но потерял, короче, его уже из вида. Поэтому, есть вероятность, что Заяц сейчас по полю круг даст. И где-то попытается вот здесь вот зайти. Сорняк. Ай, думал, Зайц. Связался со Славкой. Думаю, что тут уже, блин, минут двадцать не выходит на связь. Короче говоря, он пошел между вот большим лесом и вот этим пятном деревьев, так скажем. Он между ними прошел по следу. И, короче говоря, Заяц там уже засел. Тут к нему подошел. Заяц ломанулся опять и опять побежал. Мы так полагаем, что, короче, опять вдоль оврага. И сейчас вот здесь вот будет круг замыкать. Короче говоря, Заяц, говорит, идет на меня. По этой стороне оврага вот так вот. В десяти метрах от оврага по полю получается. Поэтому я решил перейти сейчас дорогу. Ой, не дорогу, говорю. А поле и засесть в той траве. Так, я на месте. По идее он должен на меня выходить сейчас. Славку еще визуально не вижу. Значит, он достаточно далеко где-то вон там вот. И вот он сейчас будет вот так вот вдоль оврага ко мне идти в мою сторону. Короче говоря, увы и ах. Я думал, он близко от меня относительно. А он оказывается вообще жесть, как далеко ушел. И то есть вероятность того, что он на меня выйдет, Заяц, невелика. Потому что я Славку увидел. Он как точка вон там далеко. Ну и в общем Заяц пошел оказывается на ту сторону оврага. И ловить здесь, на этой стороне мне нечего. Вот мы почти встретились. 200 метров между нами. Славка идет по той стороне оврага. Я по этой. Сейчас вот так вот замкнем клещи. Ну в общем не все так просто. Славка дошел до какого-то бурьяна. И в этом бурьяне старые следы с новыми следами. Все вперемешку и короче говоря. Короче говоря, вот он уже возвращается. Ну и мы идем к машине. Я тем временем нашел тоже старый след. Но уже смысла нету короче. Да и желаний нету. Не были готовы мы вообще на Зайца идти. Просто так чисто посмотреть приехали. Вот поэтому возвращаемся к машине. Вот друзья и завершилась у нас. Опять очередная прогулка. Зайца мы короче говоря не добыли. Тетерева не добыли. На Куропатку хрен знает. Наверное мы не поедем. Времени уже много. И что-то по Зайцу мы много находились. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. И увидимся на следующей прогулке. Поехали. Поехали.